всем привет как всегда благодарю вас за то что пишите комментарии под моими роликами я читаю с удовольствием отвечать успеваю не на все потому что времени не хватает ну и конечно благодарю всех тех кто оказывает материальную поддержку каналу это всегда приятно и лишним не бывает перед тем как попросить меня показать какой-нибудь любимый вами альбом посмотрите пожалуйста на плейлисты или в плейлисты потому что не исключено что любимый вами альбом там уже есть но в том смысле что ролик уже присутствует и вы можете насладиться видом обложки вашего любимого альбома к чему это говорю к тому что про джимми хенрикса в плейлистах по моему четыре ролика уже есть но пластинку cry of love я еще не показывал ни разу что же это такое я хочу вспомнить первое знакомство с этим альбомом я был совсем еще юн не помню даже по моему в школе еще учился да я учился в школе играл в ансамбле можно сказать что в рок-группе с витей тарасовым и игорем куклюшкиным мы играли какое-то что-то отдаленно напоминающие психоделический рок ну извините я использую вот эти термины чтобы было понятно и проще изъясняться дальше и дружили мы с мишей кудрявцевым этот взрослый был мужчина уже он преподавал гитару в одном из подростковых клубов мы к нему ходили набирались знаний разнообразных кроме того миша играл в собственной рок-группе не помню как она называлась они репетировали в том же самом подростковом клубе взрослые мужики играли серьезный уже рок музыку такую настоящую это было в советском союзе я напоминаю и все это было так полуподпольно немножко немножко так как бы так под прижато но мы очень любили музыку под условным названием рок болтали все время с мишей кудрявцевым он и сейчас кстати говоря играет на гитаре очень хорошо и периодически выступает в разных клубах наших он уже пожилой да но мастерство не пропев что называется и годы не уносит его вот и поскольку мы играли такой психотерический рок нам нужны были разные обработки гитарного звука а в советских магазинах было не очень хорошо с обработками гитарного звука хотя были всякие примочки так называемые но они очень были странные конечно хотя хотя сейчас я бы с удовольствием кое-что из них поимел потому что как я говорил звуки они издавали очень странные и для авангардной музыки сейчас это было бы самое то ну и можно вспомнить кстати говоря брайана и на который год жил в ленинграде ему здесь очень нравилось еще советские времена и он купил клавиш клавишный инструмент под названием юность электроорган такой увез его в англию говорят что такого звука атомного нигде не слышал никогда и даже не представлял что такое возможно ну а миша нас познакомил с юрием морозовым юрий морозов вы знаете наверное да это такой мощнейший андеграундный музыкант ленинградский который записывал очень много музыки и очень альбомов у него и замечательно пел играл на гитаре сочинял песни сочинял музыку работал звукорежиссером на студии мелодия выпускал записывал точнее очень много разной музыки на мелодии юра вообще замечательный человек к сожалению его с нами уже нет но тем не память о нем светла и раз в год проходит памятные концерты посвященные юрию морозову мы приехали к юрию морозову который продавал самодельные примочки гитарные купили у него какой-то фуз точнее говоря фаз и юра спросил нас а вы слышали пластинку хендрикса cry of love нет не слышали хотя хендрикса до этого слушали уже много уже знали первые там три альбома его от начала до конца и а ю экспириенс тэкс из болна слав и электрик ледиланд все мы у нас все уже было в голове юра горит а я вам поставлю сейчас пару песен и поставил на магнитофоне естественно запмен еще винила не было тогда у него никогда у нас тоже было не густос винилом поставил нам пару песен с этого альбома и я лично пришел в полное недоумение потому что хендрикса как мне казалось я знал отлично и мог отличить его музыку от любой другой на раз мгновенно а тут что-то непонятное было и я был просто озадачен что же как это понятно что это хендрикс да но музыка совсем другая совсем никаких там пепл хейст никаких фая ничего этого нет даже близко хейджо все вот эти хиты грандиозные совсем другая какая-то сложная навороченная музыка то ли психоделию то ли в джаз то ли куда сложнее гораздо чем электрик ледиланд хотя там уже наворотов предостаточно было ну что ж такое а потом уже прошли годы знания копились 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 наслушанность тоже появились пластинки и краю флав я раз слушал еще давным-давно еще в те годы и очень полюбил этот альбом 1971 год пластинка первая из посмертных альбомов джимми хендрикса умер он в семидесятом как вы знаете да не изменяет в сентябре а а в семьдесят первом году вышел альбом который был собран из записи сделано хендриксом с 1968 по семидесятый год но на самом деле записи были сделаны 69-70 потому что что было в 68 и даже немножко раньше это были наброски демо версии какие-то и все это было переиграно уже больше даже в семидесятом году даже непосредственно незадолго до смерти хендрикса и узнал я о том что альбом этот по сути дела сборник хендрикс не планировал выпускать такую пластинку с таким порядком песен даже с такими песнями и с таким названием а планировал он выпустить альбом примерно вот такой first race of the new rising sun который вышел переизданием тоже уже много-много лет спустя и тоже это немножко не то что хотел бы видеть хендрикс потому что он не успел просто этого сделать выпустить сделать собрать альбом но название это его the first race of the new rising sun материала было записано много хендрикс умер и меч митчелл бас-гитарист хендрикса и эдди крамор продюсер звукорежиссер собрали вот эти песни и выпустили альбом края флаг который стал очень популярен критики приняли его очень хорошо слушатели тоже потому что слушатели уже так сказать знали и любили джимми хендрикса те кто из слушателей знали и любили те конечно под побежали покупать эту пластинку она им понравилась и мне она тоже дико понравилась на самом деле безо всяких ссылок на то что ах если это хендрикс то это значит все хорошо нет нет здесь просто очень хорошая музыка и очень необычно очень неожиданно ну надо сказать что хендрикс в последние годы мечтал собрать большой рок-бэнд типа чикаго он очень любил чикаго очень любил террик это и хотел сделать что-то подобное большой оркестр который позволял бы делать широкие аранжировки и вообще песни превращать не то чтобы монументальные какие-то послания до человечеству а просто чтобы было больше музыки чтобы не ограничиваться на концертах в том числе бас-гитары и гитары и барабанами фантазии его бурлила он хотел много звуков много музыкальных ходов много мелодий совмещать в одной и той же песни что здесь и присутствует в полный рост но не сложилось и еще одна история о группе help не состоявшийся то есть о возможном участии хендрикса в группе эмерсона лейка энд палмера что-то такое как бы происходило в этом смысле но я не уверен что вообще что-либо получилось бы потому что хендрикс уже настолько тяготел к фанку настолько тяготел к черной музыке к блюзу к фанку что как-то с эмерсоном не знаю какие возможны были стыковки но хендрикс играл очень много концертов написано в разных источниках что порядка 300 концертов в год с трудом я в это верю потому что это физически сложно хотя биби кинг играл примерно так же наверное да ну короче я концерта было много и были у него туры совместные с группой pink floyd в составе с сидом барреттом еще и вот сидом барреттом джимми хендрикс играл джемы в гостиницах где-то еще где-то на каких-то саундчеках и проще проще ему было интересно и сид барретт конечно сюда в смысле влияния руку приложил безусловно но музыканты все друг на друга влияют ничего в этом удивительного нет взаимовлияние оно присутствует всегда в творчестве и здесь есть конечно отголоски того самого pink floyd того самого материала с пластинки the piper the gates of dawn скорее даже с концертных выступлений pink вот с барреттом то есть такая хорошая музыкальная структурированная шизофрения присутствует в полный рост ну пластинка вот эта самая the first race of the new rising sun она включает в себя весь материал с альбома cry of love и они я поговорю попозже потому что здесь еще ровно половина песен которые естественно не вошли сюда в этот альбом а эта пластинка она конечно удивительно и не похожа на предыдущего хендрикса единственная песня которую можно сказать здравствуй старый хендрикс это in from the storm который тоже записано в семидесятом году но она отсылает нас туда к первым альбомом хендрикса блюзовый тяжеленный риф туда 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 вот это вот самая история но все равно в серединке там смена тактового размера смена чуть-чуть даже и тональность по моему там уезжает куда-то в другую сторону и все начинает скакать нестись вперед гитарное слово конечно потом возвращается обратно к исходному рифу но она более или менее похожа на старого хендрикса все остальное совсем нет песня angel замечательная ну можно сказать баллада не люблю я это слово применительно к рок-музыке особенно когда мне говорят рок-баллада мне хочется блевать сразу от этого словосочетания медленная очень красивая песня которую начал хендрикс начал писать еще в процессе записи пластинка x из болтаслав и набросочек принес в студию вместе музыканты все это дело аранжировали получилась удивительно красивая песня angel неземной красоты просто и вот я бы никогда не подумал что это хендрикс если бы не тембр его голоса и звук гитары и она такое ощущение что она не доделана хендриксом не доведена до ума потому что финал там очень странный там правда понятно что ангел улетает вместе с гитарным пассажем восходящим но как-то она заканчивается не недопев не доиграв ощущение такое что конечно меч мечил и оди крамор по уже собрали из готовых треков собрали свели эту песню и что есть то есть но в любом случае все равно звучит она замечательно а все же остальное freedom первая вещь дикий фанк невероятный яростный фанк но тяжелый фанк приземленный не не прыгающий летающий воздушный а такой топающий по земле начинается с гитарного рифу сразу который бы сразу пластинку я узнаю мгновенно я слышу вот эти первые фразы гитарные и по freedom понеслась очень часто он играл на концертах эту песню очень кайфово дрифтинг гитара пропущена через вас ли кабинет ну похоже на флэнджер но не флэнджера гораздо глубже интереснее и абсолютно парящая парящая летящая песня хендрикса медленная тоже можно сказать психоделическая если угодно но это все ерунда все эти названия это чушь собачья просто красивая очень хорошие звуки очень странные очень интересные вот эта гитара с лесли там и вообще количество гитар здесь записанных она не поддается учету можно такую игру даже придумать посчитайте количество гитар в каждой песне записанной на краю флаг из райдер дикая песня совершенно дикий рок с адской перкуссии неожиданный тяжелая там перкуссия как-то непонятно почему пришла в голову такая идея потому что рифовая тяжелая песня быстрая с кричащим вокалом практически и адская перкуссия били амстонга внизу здесь же играет стив вингут и крис вуд из группы traffic и вообще здесь на записи присутствует довольно много народу посторонний а в изи райдер играет бадди майлз на барабанах еще вот я вспомнил наибрид флайн вот здесь я слышу влияние барротовского pink floyd очень разобранная песня из разных кусочков с нелогичными гармоническими ходами мой френд алкогольный какой-то такой блюз шансон astro man еще одна авангардная какая-то история гитарная хотя в структуре очень хорошая просто нормальный рок песен на гитаре наиграны очень странные вещи straight ahead удивительный какой-то полу рэп с диким гитарным соло очень круто про angel я говорил in from the storm я говорил были батон window напоследок полу акустический какой-то на электрогитаре сыгранный блюз такое ощущение что не дописано несколько треков в него а может быть хендрикс так и хотел оставить но в любом случае когда собирали альбом под финал эта песня очень хорошо ложится были батон window button button window в общем очень интересный очень неожиданный альбом очень жаль что конечно хендрикса уже не было с нами на момент выхода этой пластинки а хотя если бы он был пластинка вышла бы другой но я уверен что не хуже пошел пить пока